Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Эрсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши тёплые слова, девочки, мальчики. В свободное время стараюсь всё читать и по возможности отвечать. Давайте посмотрим сегодня тему расклад. Такой небольшой расклад будет у нас на тему Будет ли новое знакомство? Если будет, с кем? Да, если не будет, почему? Почему? Сейчас как-то карта выпала. Чувствуйтесь о каких-то ограничениях. Ограничения, которые извне, да? Как будто вот в тисках не можете двигаться вперёд. Чувство такое, знаете, заточение почему-то у вас. Ну, может, действительно вы сейчас живёте в такой местности, да? Все мы знаем ситуацию в мире. Можете чувствовать некую такую, да? Заточение. Так, давайте посмотрим. Всё-таки это одна карта, она перевернулась. Давайте посмотрим, кто вы сегодня, да? Так как расклад на одну позицию, он общий, поэтому по сигнификации посмотрим, кто вы на сегодняшний день. Кто вы на сегодняшний день? Здесь человек, который, скорее всего, рано пошёл работать, либо просто очень самостоятельный, с раннего детства или с ранней юности. Здесь вы прошли огонь и воду, медные трубы. Здесь человек, который сам себе сделал, да? Здесь ему манна небесная не падала с неба. Здесь человек вкалывал, действительно, да? Работал там, продвигался по карьерной лестнице, вертелся в жизни как мог. Здесь человек такой, знаете, глубоко мудрый, жизненный, да? Есть какие-то такие истории у вас были, которые врагу не пожелаешь. Но сейчас, да, вот у вас есть такое чувство наполненности. Вы всё вкладываете в себя. Всё, что вы имеете, вы такая умничка или умник, потому что здесь действительно вот то, что вы сейчас имеете, это всё благодаря вам, вашему труду, вашими заслугами, да? Там вашим мозгом или вашими руками, смотря, чем вы там работаете на работе, да? То есть здесь такой человек, который создал себя сам. Причём иногда приходилось очень сильно себя перекраивать, ломать даже где-то, да? С течением времени у вас такие жизненные ценности, жизненные ориентиры менялись. Причём, знаете, может быть даже как-то кардинально. Да, вот. И здесь человек, у него глубоко, знаете, развиты семейные ценности. То есть у него либо действительно большая семья, и вот эти вот ценности передаются из поколения в поколение, да? И вы там можете встречаться по праздникам, по каким-то ещё что-то. Либо вы просто, да, может семью у вас нет, но всё равно очень велика вот эта вот семейность, да, какая-то. Вот вы чтите, для вас очень важно. Здесь такой вот человек. Ну, есть у вас искушение, есть. Да, какое-то искушение в вашей жизни, оно имеет место быть. Искушение в чём? Ну-ка, давайте-ка посмотрим, в чём здесь искушение ваше. Король кубков. Красавчик. Ну, какой же расклад без него? Здесь искушение в виде короля кубков. Какой-то мужчина. Мужчина здесь, знаете, из прошлого. Да, то есть это не новый знакомый. Вы его действительно знаете, причём может быть очень хорошо. Но он является вашим искушением. Что интересно, так же и вы являетесь его искушением. То есть вы искушение и соблазн друг для друга. Энергетически очень сильно держите друг друга. Вы можете уже тут и не видеться уже сто лет в обед, да. Но, тем не менее, здесь вы энергетическая связь между вами очень сильная. Вы даже, может, умом понимаете, что этот партнёр мне вообще как бы не по душе, и я с ним быть не хочу, и он мне столько гадостей в жизни сделал. Но, тем не менее, да, мысли возвращаются к нему. Вот. У него то же самое. То есть здесь вы являетесь очень сильно, карта силы, да. То есть здесь вы в жизни друг у друга оставили неизгладимый след. И здесь вот такая какая-то история у вас. Сейчас занята работа и зарабатывание денег, может, по продвижению по карьерной лестнице, либо там, не знаю, хотите устроиться на работу, сменить работу. То есть как-то вот вы сейчас для вас... Он, да, является искушением, да, вы про него думаете, но он не является главной там мыслью, главной целью вашей жизни. То есть у вас сейчас как бы вы главное, да, то есть и всё крутится вокруг вас. Вполне возможно, что раньше было по-другому. Раньше этот король Кубков был центр вашей вселенной, но сейчас ваша вселенная – это вы сами. И вы сейчас напитываетесь, здесь решаете какой-то денежный, какие-то денежные вопросы, да. Это как-то либо связано с учёбой, с финансами, с работой. Вот что-то такое у вас здесь. Кто-то, кстати говоря, здесь у меня... Да, здесь какой-то ещё есть. Здесь какой-то ещё есть мужчина, с которым сейчас у вас происходит какой-то, знаете, момент трансформации в отношениях. Либо вы здесь просто понимаете, что это не ваш человек, либо вы с ним переходите на новый уровень, да. Просто здесь не показано, что именно. Здесь просто показана карта смерти, да. Здесь что-то у вас здесь с ним происходит. Может быть, вы там общались, встречались, как тайные, полутайные какие-то отношения. Теперь вы решили их официально как бы, да, всем рассказать. Либо здесь просто... Кто-то здесь, может, просто решил оставить вот этого второго в прошлом. То есть здесь у кого-то здесь нет конкретики, либо у вас здесь... Здесь просто говорят, что сейчас есть у вас второй ещё мужчина, с которым сейчас отношения находятся в каком-то таком моменте, что они переходят из одного состояния в другое. Вот, да, либо вообще полностью всё, вы с ним перестаёте общаться, либо там, не знаю, может, там из друзей в любовники, из, там, не знаю, там, опять-таки, из френд-зоны в отношения. Что-то вот такое здесь, да, как полностью отсечение, так и наоборот. Здесь такое может быть. Да, вы сейчас у меня маг. Кстати говоря, здесь действительно могут девочки-жрицы сидеть, которые обладают магическим потенциалом, в эзотерии, да, и увлекаются, там, рунами, не знаю, картами Таро или ритуалами делают. Здесь такое тоже может быть. Сейчас просто вы сами творите свои судьбы, да, и вы сейчас принимаете решения сами. То есть, да, здесь нету перекладывания ответственности. То есть, наконец-таки, вы взяли свою жизнь в свои руки, да. Здесь вот такая вот женщина. Кстати говоря, умелый манипулятор. Да, сейчас вот умелый манипулятор. Итак, ну, это не в плохом смысле, да, манипулятор не так, который манипулирует нам ради выгоды, а нет, здесь такой человек, который может, знаете, подстроиться под любую ситуацию, если ему надо, если он захочет. Вот здесь вот так вот показывают вас. И две энергии мужские есть в вашем биополе. Но один как искушение идёт, а со вторым что-то я как-то вот радости пока не вижу. Тут вот со вторым как-то энергетика, знаете, тяжёлая вот так вот как-то вот идёт. Итак, смотрим новое знакомство. Зачем вам новое, если у вас двое мужчин есть? Ну ладно, может, вы хотите ещё третьего себе. Так. Будет ли у вас там, давайте на ближайшие три... Смотрите, как колода полетела сразу. На ближайшие три месяца будет ли у вас новое знакомство? Если будет, то как бы с кем-то, а? Вот так, да, колода была. Если не будет, то почему? Может быть, вот это искушение в виде кубкового короля как раз-таки и закрывает, да, нового партнёра, чтобы он пришёл в вашу жизнь. Давайте смотреть. Итак, смотрим, будет ли новое знакомство, начиная с этого момента, с момента просмотра этого расклада, и на ближайшие три месяца. На ближайшие три месяца будет ли у вас новое знакомство с человеком для серьёзных отношений. Мы вот этих всяких перекати-полей не смотрим, да, потому что там перекати-поле, как я всегда говорю, в личных раскладах. Можете хоть сегодня, там, не знаю, зарегистрироваться на сайте знакомств, и куча вот этих перекати-полей там будет вам писать, да, там 10-20 штук, неизвестно, откуда они везде лезут, да. Мы это не смотрим, потому что, ну, эти такие переходящие, они нам не нужны. Мы смотрим действительно человека, который, ну, останется в вашей жизни для каких-то там целей, да, поэтому здесь будет ли новое знакомство для каких-то там серьёзных отношений, или там, может, для уроков, или ещё для чего-то. Итак, будет ли... Ох, смотрите, кто выпал! Здесь у нас прямо будет. Прямо сам император. Кто у нас такой император? Это человек, может быть, конечно, жёсткий, да, может не показывать своих чувств, но это всё напускное, да, то есть у него такой, может быть, неприступный вид. Он, может быть, кстати говоря, старше вас, император, да, но, может быть, и младше вас, но, опять-таки, да, вот у него такая хватка есть, акула бизнеса. Здесь человек уже дорос до императора. Это не какой-то там, да, наш король кубков, который в искушениях сидит, а здесь человек с твёрдой жизненной позицией. Он знает, чего он хочет от жизни, он знает, чего он не хочет от жизни. Он знает, какая партнёрша ему нужна, какими должна она качествами обладать, да. Он прекрасно знает все свои плюсы, все свои минусы. Он может идти на пролом, когда ему это надо, да. Не зря же он уже у нас дорос до императора. Это человек, который берёт на себя ответственность за себя и за тех, ну, за близких, да, вот так будем говорить. То есть здесь будет у вас знакомство с таким человеком. Он идёт, здесь он идёт показать вам, открыть какую-то вашу женственность, да. Он либо будет как-то красиво за вами ухаживать, либо покажет вам, что есть мужчины не такие, как пока поводались в прошлом. То есть он идёт, да, для примера, пока, чтобы вы закрыли свой незакрытый гештальт с нашим, да, чтобы с... Вот я так подозреваю, что это кубково всё-таки, да, потому что всё-таки он искушением вам перепадал. Поэтому он идёт избавить вас от каких-то переживаний, чтобы вы у меня выросли в императрицу. Сейчас я её закрою, а то он мне тут скажет, что опять я голый, и Ютуб скажет, что опять здесь голых женщин выставляю. Здесь он идёт показать вашу значимость, повысить вашу самооценку, да, поставить точки над и над вашим прошлым, избавить вас от каких-то переживаний. Может, вы там переживаете, там, что все мужчины козлы, либо мне я уже не достойна любви, мне уже лет сколько, да, или кто меня такую полюбит. И куча-куча всего, да, то есть нужна ли я кому-то из детьми. В общем, какие-то у вас есть переживания, да, вот, и он идёт как бы эти переживания развеять, показать, что вот есть другие мужчины. Да, открыть вам пути дороги, ваше сердечко, завершить какую-то историю по двойке мечей, которую, ну, она здесь вас тормозила, да. Вы и сами здесь тормозили себя, и вся эта история. Карта мира – это у нас завершение. Вот наше сердечко, да, вот вы его здесь закрывали, и вот он идёт раскрыть вашу сердечную чакру. Этот мужчина идёт. Да, здесь, понимаете, может быть, вы завершите все свои истории в подвешенном состоянии, вот с этим королём мечей, да, ещё с кем-то. То есть здесь идёт именно вот какая-то подвешенная ситуация, у вас мужчина была, а он идёт её как бы завершить, ну, помочь её завершить, да, то есть он как подмога вам идёт. Для каких он вообще отношений, в принципе, идёт? Карта правосудия, ну, здесь уже как вы захотите. Он может стать и стабильным вашим мужчиной, а может и карта жрицы быть вашим тайным, да, каким-то. Здесь уже как вы захотите. Да, здесь вам, ну, вас много будет смотреть на канале на Ютубе, на Дзене, да, поэтому здесь конкретики так особо и нет. Здесь для кого-то он действительно станет стабильным, ну, если вы захотите, а для кого-то он будет как тайным, да, то есть вы можете как-то общаться, но не афишировать это. Здесь уже будете вы решать сами. Здесь у кого-то так, у кого-то да, да. Здесь будете решать. Потому что, знаете как, здесь будет дан этот мужчина, мужчина, но кто-то из вас просто испугается выйти из зоны комфорта. Да, например, вы с ним познакомитесь, ну, к примеру, по интернету, да, и испугаетесь встретиться, к примеру, да, там, а я вот в жизни не очень хорошо... То есть здесь вам могут испугать ваши страхи. Вы будете сидеть в своей зоне комфорта, вы испугаетесь, и вот он может останется только как тайный ваш. Ну, да, я испугалась с ним встретиться, или там, я не дала там шанса, потому что надо что-то делать, да, шевелить с пятой точкой. То есть здесь вот на сегодняшний день карты вам говорят, ну, высшие силы через карты передают вам информацию, что здесь может всё хорошо закончиться, он может стабильным мужчиной быть, но здесь, да, вот надо бороться со своими какими-то устоями, со своими страхами. Здесь нужно делать выбор, потому что если вы будете сидеть в своём болоте, в своей зоне комфорта, то, соответственно, здесь, ну, так и останется всё каким-то, да, призрачным, лёгким воспоминанием. Пообщаетесь и разойдётесь. Поэтому здесь, пожалуйста, очень внимательно. Если вы хотите, потому что мне очень часто девочки спрашивают, а почему у меня нет отношений? Ну, потому что вы сами закрыты энергетически, да, и вас партнёры не видят. Или вы подсознательно не готовы, да, то есть вы можете сказать, я хочу, а на самом деле куча комплексов, куча обид, да, я сижу дома, никуда не выхожу, хочу, чтобы мне мужчина с неба упал. То есть есть и такие, да, женщины. Поэтому здесь обратите внимание. Вам говорят, что он может стать стабильным, но он может также и пройти мимо, и всё зависит от вас. Уже от того, насколько вы захотите этого мужчину оставить. Да, карта влюблённый. Здесь будет выбор. И вы будете решать. Оставить его в стабильность, и у вас будет стабильный, и вы будете чувствовать себя как-то, знаете, вот, ну, карта королевы Пентакли. Это женщина, которая самодостаточна, вот она цветёт и пахнет здесь у меня, и у неё ним тут над головой, да, а можете просто вот никуда растратить. Здесь у кого-то, кстати говоря, даже может быть от него дети. Ну, здесь стабильность не будет. Да. Ну, опять вам нужно здесь, ну, тут кубков, да, здесь берег ведёт. Ну, вы должны сами решить. Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли новое знакомство, конечно, будет. Он сразу выпал. Здесь первый мужчина, да, он здесь уже идёт в вашу жизнь. Но здесь нужно вам уже потом будет решить, что вы хотите. Либо вы пойдёте на поводу своих страхов, на поводу своего искушения, да, и всё останется, ничего не поменяется. Либо вы здесь идёте вперёд и не боитесь. И тогда всё с этим императором у вас получится. Вот такой вот у нас получился расклад. Девочки, мальчики, я вас всех люблю, всех целую. Пожалуйста, будьте осознанны. И до новых встреч.